Друзья, всем привет! Ну что, 4 февраля и сегодня день рождения у моего сыночка. 19 лет сегодня нашему Саше. Вот. Ну, я вот вышла из дома, бегу по делам. Немножко грустно мне, конечно, от того, что именинник наш находится за 2300 километров от дома. Ну и, естественно, мы как бы особо ничего сегодня не празднуем, не отмечаем. Но в любом случае, я знаю, сыночек, что ты будешь смотреть это видео. И от всей души я тебя поздравляю, мой дорогой, мой родной. Я, конечно же, молю Бога о том, чтобы ты был счастливым, здоровым. И чтобы ты вот какую планку себе поставил в жизни, чтобы ты достиг наивысшей ее точки. И никогда не останавливался на достигнутом. И чтобы ты осуществил свою мечту. И чтобы все у тебя получилось. Но главное, оставайся всегда человеком. То есть, если жить по-людски, то все будет хорошо. Все будет получаться. Я извиняюсь, друзья, такое активное солнышко светит мне в лицо. Я не знаю, как вам меня, насколько видно. Надеюсь, не засвечивает. Вот. У нас прям весна. Уже третий день. Настолько тепло. До 20 градусов доходит. Вот. Температура. Но к выходным уже обещают похолодание. У нас снова будет до 1 градуса. И даже минус 1, по-моему, на воскресенье стоит. Вот. Так что вот так, друзья мои. Бегу сейчас по делам. Ну и как бы вот поздравила сыночка. Сегодня позвонила ему. Говорю, сынок, всего-всего тебе самого наилучшего. Говорю, как у тебя там праздничное настроение? Он говорит, мам, да как? Сейчас у нас будут дистанционные занятия. Вот. Сижу, говорит, на гитаре бренчу. В общем, приобрел. Купил себе там он в музыкальном магазине в Питере гитару. Наш папа ему подарок. Вот. И, говорит, особо планов никаких. Я говорю, ну, сходи в магазин. Может, хоть тортик купи. Там что-нибудь. Пиццу с мальчишками в комнате. Хоть посидите как-то. Чай попьете. Он говорит, ну, посмотрим. К вечеру будет видно. Сейчас, говорит, особо пока ничего не хочется. Лень. Я говорю, ах ты, лентяй мой. Ну, ладно, говорю. Учись. Все будет хорошо. Так что вот так, друзья. Давно я не снимала видео, честно сказать. Абсолютно не хватает времени. Много работы. Много каких-то других дел. И просят в комментариях. Наталья, снимайте почаще. Я бы с радостью, но, к сожалению, чаще не получается. Вот. Поэтому все. А я сейчас бегу. Мне нужно забежать в ателье. Там Танюшкины вещи отдавала ушивать. Она у меня похудела. И пришлось отдать некоторые вещи поушивать. Потому что лежат, не носят. Вот. Нужно было подогнать ей по размеру. А сама еще хочу съездить в Майкоп. Не знаю, сейчас посмотрю, как получится или нет. мне нужно там подкупить кое-что для работы. И хочу заскочить в магазин тканей, приобрести там себе ткань, присмотреть. В общем, понравилось мне очень одно платье на весну в интернете. Но на сайте оно стоит как бы дороговато. 7-8 тысяч для такого платья, я считаю, дорого. А у нас есть очень хорошая портная в Геогинской женщина. Ну, правда, шьет очень хорошо. Я у нее спросила, показала ей фотку, говорю, ты сможешь такое мне сшить? Она говорит, да, в принципе, 1200 я возьму за работу. Ну, и ткань, сколько мне там обойдется, я не знаю, может быть, пару тысяч. Вот. Ну, я думаю, в любом случае это и дешевле, и качественнее будет, и ткань подберу хорошую. Поэтому, в общем, сейчас буду смотреть по плану, что как у меня будет получаться, по ходу вернее. Вот. Надеюсь, что все успею сегодня. Ну, и если будет что интересного вам показать, не верится, что у меня уже такие взрослые дети. Еще буквально только вчера, кажется, водила их за ручку в садик. Танюшке уже 15, сыночку 19. Обалдеть, как быстро летит время, дети растут просто, как грибы. Вот, кстати, плохо видно сейчас за деревьями. Вот в этот детский сад, вот где машины стоят, детский сад Радуга. Вот сюда я водила своих детей Сашу, потом Танюшку. Но это получается полтора квартала где-то от нашего дома. Вот здесь через дорогу получается наша церковь. Вот. А сюда я водила деток. Вот сейчас приближу. Вот детский сад Радуга. Дошла я до отелье. Сейчас заберу Танюхины вещи и помчу в маякоп. Слушайте, погода такая классная. Вообще настолько тепло. Прям с удовольствием прогулялась. Даже прям хочется пешком пройтись. Немножко попросили подождать. Добралась я до города. В общем, сейчас первым делом пойду в шелковый путь. Магазин тканей. Там хороший выбор. У нас в Танице тоже в отелье, вот где вы видели, я заходила, показывала, как бы есть ткани, но выбор небольшой. И нету такой, какая мне нужна. Вот сейчас зайду, посмотрю, что здесь есть. Надеюсь, что будет то, что мне нужно. Вообще, что-то какая-то я с тех времен, как у меня сыночек стал студентом, стала какая-то экономная. Ну вот жалко мне за платье 7 тысяч отдавать, то, которое можно пошить и обойдется в два раза дешевле. Тем более, мастеру показала швее девочке. Говорит, как, сложно, не сложно. она говорит, вообще фигня полная. Обычная, простоя платьица и говорит, отдавать такие деньги как бы нет смысла абсолютно. Так, ну выборы вправду огромные. Сейчас буду что-то смотреть. Я даже не знаю, наверное, сейчас проще покажу фотографию девочкам. Может, подскажут что-то. А то, что-то, как-то я перебрала свой гардероб, больше половины вещей отдала. И хочется на весну тоже что-то свеженькое для себя. Вообще, мне нравятся два варианта ткани. Вот эта вот костюмная 620 рублей метр, но мне, наверное, нужно метра два на это платье. Вообще, швей, я мне сказала метр семьдесят, но я лучше возьму с запасом, чтобы наверняка. А еще мне понравилось. Так, какая мне понравилась. Вот, хотела вам показать и потеряла. А вот этот вот трикотаж тоже 510 рублей. Но это потемнее, не знаю, мне хотелось все-таки посветлее. В общем, наверное, все-таки остановлюсь на той, на костюмной ткани. подберу еще подходящую фурнитуру. Там пуговицы мне нужны, потайная молния. Вот камера не передает свет. Он все-таки такой, как темно-бежевый, я бы сказала. Такая приятная на ощупь. на весну вот хочется что-то мне такое. Однотонная, простенькая платьишко. Ткань выбрала теперь. Да-да, подойдет, спасибо. Ниточка. Теперь бы еще фурнитуру выбрать. Мне нужно 5 пуговиц красивых, чтобы подходили. Выбор, конечно, глаза разбегаются. сколько всякой красоты. Вообще, я очень редко шью. Да, я думаю, вот это подойдет больше. Спасибо большое. Вообще, очень редко себе шью вещи. В основном покупаю готовое, но что-то я боюсь заказывать на сайте. Уже однажды я себе сумку из Италии заказала. Кто смотрит мои видео, видели, какая мне сумка классная пришла и по какой цене. швы. в этот раз я лучше сошью. Друзья, я довольна как слон, купила то, что хотела. Вот смотрите и считайте, насколько получается выгоднее. В общем, в магазине ткани я за все отдала. За ткань, за потайную молнию, за пуговицы, за нитки я отдала 1400. И 1200 я сказала за пошив возьмет. Вот сколько получается у нас? 2600, да? Но это же не 7000. Намного выгоднее. Вот, я думаю, что клево получится. Потом, конечно же, когда уже пошли, покажу вам результат. Я думаю, будет классно. Все, сейчас заскочу в Бонжур, потом еще в канцелярский магазин мне надо. И, в принципе, на сегодня все. здравствуйте. Так, мне надо гели цветные. Собралась уже ехать домой, позвонила Золовка, говорит, давай встретимся, пусть и попьем. В общем, пока она собирается, погуляю по магазинам. Взошла в Зенда, можно уже в принципе какие-то и лоферы на весну присмотреть. Вот, новая весенняя коллекция. Что-то новое не вижу. Есть спортивные кроссовочки. зашла еще в каре обуви много, но вообще ничего не нравится. Пока еще, видимо, рановато. На весну еще особо такого завоза нет. в преснях. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Пальто жарко, я вам скажу... Еще можно было в тонкой курточке идти... Ну все на сегодня, друзья мои... На этом я буду с вами прощаться... Увидимся в следующем видео... Спасибо, что вы провели этот день со мной... До новых встреч!